наш полторы и все это закрываем картой альфа банка оставлю кто меня смотрит вдруг это хоть всем привет я сегодня дома уже позавтракала детей в школу отправилась у недел кучу переделала хочу поела кашу сегодня вместе с хлопьями это очень классно в общем вчера сварила овсянку на воде и вечером думаю чтобы с утра не варить не ждать пока она распарится добавила не погрела ее добавила туда хлопья маленький кусочек банана и мед идеально это было идеально я такую кашу обожаю она хрустящая я вообще люблю такое все такое хрустящее и каша прям у нее другой вкус у меня сегодня вот эта штука была выключена окно запотела даже замочила мне почему-то бумажное полотенце зато сегодня ночью первый раз наверно за последнее время я спала и знаете тишина звенела в ушах а у меня со смузи осталось пол апельсинки я вчера не доела а вот сейчас хочу ее доесть так что сейчас сяду даем апельсинку конечно чайчик заварен зеленый я смотрю на свой маш я понимаю мне кажется что он не вырастет такой длины как я хочу по крайней мере он не чернеет в общем если он стоит в квартире то он начинает эти такой фиолетовый какой-то становится как перезревший какой-то непонятно какой сейчас я согрею чаем наверно кусочек нет шоколад очку принесли которую я люблю казахстанский шоколад вчера нигде было мне купить никуда не заходим не знаю почему мне нравится в общем хочу долечку шоколадки съесть пока еще время обед они вечер вечером не сладкое не буду а сейчас хочу прям долечку и поесть пол апельсинки скушать хочу чая не знаю почему прям какая-то сухость вот и надо будет я не знаю готовить ли вообще обед или нет у нас есть спагетти и есть курица есть тефтель я наверно ничего не буду делать будем все доедать потому что спагетти если останутся я скорее всего сделаю лапши ник не мне он нравится в принципе и он не такой уж и вредный просто яйцами заливаешь спагетти ну конечно спагетти это углеводы но я в этом плане когда хочу сбросить вес я стараюсь больше не есть сладкого всякого жирного хотя курицу вот эту которую мы жарили надо было ее тоже не есть желудок прям офигел сначала смузи а потом жареная курица надо варюхины джинсы сегодня ой не джинсы брюки закинуть вчера ходили мы вот это тесто же делали они ходили на технологию видно наверно они вот все в таких вот пятнах в солевых тесто сделали представьте нам дали рецепт вообще не знаю учительницы видимо не представляет размеры объемы я не знаю как у нее в голове это все заложено стирка закончится эту закину она нам дала рецепт на 300 грамм муки 300 грамм соли и 200 миллилитров воды ну дураку понятно что это много на одного ребенка что там нужно слепить я не понимаю барбара вчера мне принесла тесто говорит мам мы взяли немножко остальную часть я принесла вот столько она принесла она взяла я не знаю там сколько нет смотрите сколько теста конечно много она горит я еще делилась я не знаю что на что рассчитывала учительница что зачем было давать задание можно было тогда пятерым дать задание ну допустим мне кажется на весь класс бы замечательно бы хватило никто бы домой его бы обратно не тащил вот но она почему-то решила что нужно так что все должны сделать а некоторые дети у нас написали не соленое а слоеное у нас интересно в родительском чате пишут а слоеное тесто сколько какое слоеное соленое не ну да ну слоеное даже так вот подумали зачем в школе слоеное они же 3 класс они не пекут ничего кстати я сейчас не знаю вообще на технологии что-то делают или нет у меня вот аленка 8 класс они до сих пор на технологии может у них такая школа что у них нету девочки них раньше вела одну группу девушка была преподаватель а другая мужчина ну и они вроде как бы что-то там про кулинарию что-то писали мы в детстве на технологии нас были не технологии нас были труды мы у нас была одна четверть мы прям готовили нас учили готовить у меня даже шрам остался от готовки не поверите мне кипятком облили и у меня есть такое небольшой шрам остался но это было конечно трешак мне просто с кружки кипятка это случайность была что много народу как-то было все у нас не это не дисциплинированно так сказать девчонки что-то дурачились и толкнули просто девчонку другую и она на меня вылила . думаю слава богу что еще так не очень это видно по обычной жизни это не не заметишь а у них сейчас технологии вообще нет мне кажется они вообще ничего не учатся не готовит ничего было бы мне кажется это очень интересно детям у нас была четверть мы шили у нас был показ даже я помню у меня такой сарафан был шит розовый там какие-то тут бретелек 4 там они крестиком переплетаются потом у нас был показ этих вещей что мы шили это было так здорово я вот прям помню не получалось что-то шить у нас еще машинки стояли не вот эти современные знаете как в цехах вот эти огромные она там как зажужжит думаешь господи прости а сейчас дети что-то пишут что пишут на технологии что они там делают вообще непонятно ладно все у меня закипел чай пошла я пить чаечек буду ждать своих девчат мои девчонки домой а я знаете что решила сделать салатик сейчас будем обедать я нашла не поверите не в холодильнике завалялся помидор дощечку апельсин резал так в общем помидор не авокадо который типа спит но он походу тоже чернеет вроде еще не такой мягкий будет салат то что есть называется долго замариновать было вау он только начал темнеть это очень радует так сейчас авокадо лук сначала очень замаринуем нет нету плохо фиолетового все фиолетовый лук последний мама не давала еще в магазине видела думаю надо взять фиолетовый лук я обожаю фиолетовый именно в салате готовить с ним конечно не очень он красит а вот в салат это прям идеальный идеальнейший хочется салатика какого-то у меня будут тефтели у нас там тефтели остались еще у нас осталась курица так что сейчас все будем греть есть так я наверное замариную немножко лимонном соке буду я делать с сахаром это же там долго надо чтобы он прям прям римовался он будет обычный так тарелочку пойдет тарелочка нет что-то большое возьмем эту маленькую тарелочку и у меня есть лимонный сок точнее лимонный сок у меня есть лимон есть лимон который мы брали с варвары он почему-то был какой-то оранжевый у него такой запах невкусный шкуры он вообще как будто это какой-то лимон и мандарин не знаю неприятный запах такой мне вообще не понравился первый раз чтобы не цитрусовой не нравилось как пахнет так ну все за лимон или час авокадо мы берем не поверите с чем не салат вообще помидора авокадо клад даже разомну чтобы она была такое более мягко чтобы в смысле чтобы его туда не кусочками резать она же мягкая я чуть-чуть надрезала сейчас вилкой раз этого и все в салат наш вкусняченький салат в общем помидора авокадо лук и секретный ингредиент меня же маш почти пророс смысле он уже кушать можно я просто боюсь что у меня опять потемнеет я его ладони в общем вот такой я думаю достаточно такой этот и короче я его туда сейчас прям горсточку наш полторы и все это закрываем во влажности был и все вот такой у меня салат жутовое масло это будет у меня супер такой салат немножко лук постоит попробуем как сочетается если честно я не пробовала это я вот сейчас придумала очень даже ничего на немножко соль добавить и будет прекрасно да очень даже нормально он соль не переборщить этот раз капусту делала бахнула соли и думаю чем же тебя разбавлять если мой постоит будет у нас вкусный салат ну меня где-то такой нибудь есть а я буду так так что все сейчас буду греть макароны спрошу кто чем будет макарошки курочку и в теле доедать на ужин уже что-нибудь другое будем готовить так что всем приятного аппетита давно я не показывала своих детей вот оно мое вот еще один деть варвара переоделся а вот еще один деть который ушел час назад в комнату переодеваться и до сих пор не переоделся мы сейчас есть садимся бегом переодеваться все свешивать так что все мы кушать всем приятного аппетита и ника за мной топ-топ-топ пришила приготовить у меня тут осталось чуть-чуть творога чуть-чуть творожной массы ну как чуть-чуть по пол пачки я закинула их в тарелочку туда яйца добавила разрыхлитель чуть-чуть сахара и муку сейчас будем делать из них типа булочки я буду это запихать запекать буду в духовке все перемешаю и знаете что хочу я купил вот этот сыр который типа творожный доброценен сейчас я его покажу конечно и он мягко говоря он прям не очень я сейчас его сделаю с яйцом и хочу сделать эти булочки к типа ватрушек и туда еще вот этот вот этот сыр добавить чтобы он был как бы булочек с начинкой вот у меня вот такая вот масса немного тут прямо на три штучки получится всего мне кажется и вот я хочу такое попробовать сделать посмотрим что из этого получится из кулинарного шедевра ну потому что осталось говорю пол пачки одной 100 грамм одного получается 100 грамм другого и как бы испортится будет валяться испортится а я вообще если честно очень хочу булочку прям не какую-нибудь ну конечно не такую я хотела обычную булочку какую-нибудь вкусную с каким-нибудь кремом какой-нибудь такой и поэтому я тут выдумываю всякую фигню разделим мухи еще как на зло осталось очень мало не знаю почему не сильно тугой тесто не нужно такое в моей голове это вкусно и красиво надеюсь в жизни тоже так же получится немножко чем уходи все поставила не надо греть поставила духовку греться то есть заставить девчонок сегодня уроки делать что сегодня какой-то ленивый день не хотят варить что-то ходит собирается а летчик сидит колбу не собралась еще непонятно что чем мы будем ужинать идет аварияська села за руки привет от тебя показала сегодня нет нет она даже столе сегодня вроде бы убралась не знаю я посмотрю конечно как или половина под столом там опять вещи вещи из-под стола вытащила я варька я понимаю что это ребенок но это капец какой то что она творит просто бывает она вот убралась час проходит у нее на столе просто места пустого нет он до того все закидывает так тесто у меня получилось довольно таки хорошее вот такой кусочек получился сейчас моего на три части разделим не буду я намного делить я хочу чтобы у моих булочек было было место куда их формировать ну чтобы у них углубление сделать а если сильно маленький будет соответственно и углубление будет непонятно какое так это дело занималась картой альфа банка оставлю кто меня смотрит вдруг это хотите оставлю вам ссылку на карту для своих карта называется и ее получить в банке просто так нельзя чтобы нормальное видео чтобы я хотела все нормально каждый раз я забываю просто рассказать оставлю ссылку под видео регистрируйтесь во первых вы получите за то что вы зарегистрировались и короче в течение трех дней потратили 1000 рублей на продукты на что хотите 500 рублей вам вернется это раз во вторых для своих в сетевых магазинах 10 процентов у них это еще один плюс потом там три категории 4 категории вы выбираете и если категории совпадают они у них суммируются это еще один положительный плюс и плюс оставлю ссылку если кто-то были ну так не получится если это вы мне напишите короче если вы карту для своих берете я вам могу дать ссылку и вы можете на ней зарабатывать уже стать агентом так как альфа банк придумал сетевой маркетинг для своей для своего банка не то чтобы он вообще сетевой маркетинг придумал а как распространять и на этом можно зарабатывать тамбальная система потом как денежки выводите потом там уровне вот эти ну как в любом сетевом в общем очень даже интересно надо заснять видео подробно рассказать очень прикольно по поводу кэшбэков мне попалась аптека это мне кажется самое такое и в аптеке получается скидка она входит в скидку для своих и скидка 10 процентов но если вот я еще кэшбэк еще не прошел я потом расскажу но так как кэшбэки суммируются должно мне еще 5 процентов в категории выбрал должно прийти 15 процентов я прям проверю этот момент и вам постараюсь рассказать у них единственное что кэшбэк начисляется допустим у меня еще совком банки я постоянно это мой любимый банк вообще вот в нем кэшбэк приходит сразу только оплатил в течение какого-то времени там не знаю сколько там 30 минут не обращала внимание приходит а тут четыре дня задержка ну как бы они пока расчет там какой-то вид я не знаю как это у них работает банковской системе ну в общем не сразу кэшбэк приходит в общем сейчас буду делать вот такие вот штучки у меня получились сейчас мы их положим туда на листик и надо стаканчиком выдавить середочку чуть-чуть переставила в общем у меня вот такие штучки что это какой-то они довольно таки жиденькие смысле не тугое тесто так так что девочки кто хочет и вообще человек кэшбэк я люблю всякие получать я бы не сказала что я по халве много потратила но там были новому году у них классно розыгрыши были плюс в альфе тоже такое было но я тогда еще не получила как-то для своих и там чуть-чуть другая система вот ну и плюс дополнительно кому-то доход прям-то все официально будет если регистрируетесь вы прям можете как физлицо от бою ой физлицо можете зарегистрироваться я как сама занятая зарегистрировалась можно как даже как и п просто чтобы вам налог шел налог до чтобы за вас платили налог и у вас доход показывается а пенсию может копить конечно этим не занимаюсь но вот как самозанятый мне будет что мне есть доход короче что ямки мои надеюсь он не сильно поднимется муки нету я не могу я сейчас сделаю сюда начинку из творожного сыра и яйца и чуть-чуть сахара здесь будет вот типа а-ля ватрушки три три ватрушки ну сколько было такие красавчики смотрите получились такие пироги вот такие пироги да сейчас я сделаю варь и проверю домашку сделаю сюда начинку и покажу когда правду духовку так пока что это вот так красиво выглядит отправляем духовку ну я думаю на двадцать наверно точно посмотрим короче сколько это выйдет на что вот это пропеклось и плюс вот это запеклось схватилась тут яйцо и творожный сыр и чуть-чуть сахара в общем ждем наши булки уже такие красивые я одну тестовала накосячила короче у меня духовка была включена только наверх думать что они такие зарумянились они чуть-чуть не допеклись вот это вот моя косячина эти красивые будут девчонок еще сварила пельмешки варяська варюську не варила но на пельмени хочет она опять есть макароны так что ну да так что всем приятного аппетита аппетитки аппетитки варварка собирается спать или он уже ушла спать я зашла к ней сейчас мы с вами попрощаемся пока она моется я буду монтировать влог так что пельмешки может всем спокойной ночи всем пока пока